Делегация в главе с Давидом Тунуяном находится в Кыргызстане. Округ Колумбия США принял резолюцию, подтверждающую геноцид против армян. Турция шантажирует НАТО. Геноцид направлен против христианских народов Сирии. В Турции баня построена армянским архитектором, в османскую эпоху выставлена на продажу. Ереванский концерт амшенского певца Гюкхана Бирбена вызвала напряженность в турецких соцсетях. На странице «Субботние альпинисты» на YouTube вы можете найти видеоролики о различных поездках, в которых также представлены живописные районы Западной Армении, которые привлекают пользователей YouTube. Обращение владельцев страницы пользователям. Привет, друзья! Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш канал, чтобы поддержать нас. Из Имранла в Себастье мы вышли из деревни Туркшелик вдоль реки Галис в деревню Муслумабад в провинции Зара. В течение 6,5 километров похода пейзаж, который мы видели, был захватывающим. В Муслумабаде была также тысячелетняя армянская церковь под названием Алла. Эта армянская деревня сменила название после того, как сюда пришли мусульмане. Руины церкви Алла очень расстроили нас. Спасибо, что подписались на наш канал. Делегация во главе с министром обороны Армении Давидом Тануяном в Бешкике. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, делегация примет участие в сессии уставных органов УДКБ с 27 по 28 ноября. Совет округа Колумбия США принял резолюцию, подтверждающую геноцид армян. Как передает Армен Пресс, согласно резолюции Совета округа Колумбия, признают геноцид армян и 104-ю годовщину геноцида. В резолюции подчеркивается важность информирования жителей округа Колумбия о геноциде армян посредством образования. Армянская ассамблея Америки приветствует принятие подобной резолюции Советом округа Колумбия. Армянская ассамблея Америки особенно приветствует то обстоятельство, что в резолюции акцентируется повышение информированности населения региона посредством образования. Турция отказывается поддержать план обороны НАТО для стран Балтии и Польши до тех пор, пока Альянс не предложит Анкаре больше политической поддержки в борьбе против курских отрядов народной самообороны в Северной Сирии. Как сообщает рейтер, со ссылкой на источники Анкара сказала своему посланнику в НАТО не подписывать план и занимать жесткую позицию на встречах и в частных беседах, требуя, чтобы НАТО официально признало курдские отряды народной самообороны террористами. Со времени начала гражданской войны в Сирии в 2011 году ИГИЛ и другие организации напали на различные народы христианской веры. Сегодня прямые атаки Турции на северную и восточную Сирию снова направлены против христианских народов, которые были вынуждены эмигрировать. Религиозных деятелей снова убивают, христианские храмы разрушают. Народы древней Месопотамии, мусульманской, христианской, ассирийской, оливитской и исмаэлитской конфессии веками жили бок о бок в Северной и Восточной Сирии. Народы такие, как арабы, армяне, курды, ассирийцы, черкесы и туркмены продолжают борьбу за свою идентичность и родной язык. Вы можете прочитать полную статью на нашем сайте. В Турции выставлена на продажу известная баня Аякап в районе Балат Константинополя, которая была спроектирована известным армянским архитектором Мемаром Синаном. Баня продается за 2,5 миллиона долларов. Как сообщает ассор.им, граждане негативно отреагировали на продажу 437-летней бани, подчеркнув, что она должна быть восстановлена, а не продана. По словам источника, древняя баня использовалась как автосервис, а некоторые части заполнены мусором. Она все еще сохраняет свой некогда роскошный вид. Напомним, что Мемар Синан был главным архитектором Османского двора в XVI веке. Синан оставил огромное наследие с именем Мемара, связанным с началом истории Османского ренессанса или классического периода мусульманской архитектуры. Амшенский певец Георгкан Бирбен подвергся критике в социальных сетях за то, что говорил на языке своих предков на армянском во время концерта в Ереване. Его последователи были особенно возмущены выражением «ассимилированный Амшен». Бирбен ответил на критику и сделал заявление в своем родном городе Резе, сказав «Никто не может сомневаться в моей любви к моей стране, к этим местам». Во время концерта Бирбен привел пример своей бабушки. Я хочу вспомнить очень старую Амшенскую молитву, которую я слышал. Да, друзья, этих молитв сейчас не существует, но они были в прошлом. Даже если сейчас мы говорим на разных языках, у нас был общий язык, на котором мы говорили 300 лет назад. Народные песни безымянные. Сотни лет спустя они призывают нас. Они сталкивают нас с эмоциями сотен лет. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию дартс и ельки. Далее мы представим вашему вниманию дартс и ельки. Таня Таня Тен-Бур. Таня Траня Таня Тилла Мелитвы. Таня 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 Тарарин, точка ониrendre нас. Композиents. видео представлено на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!